Марш Мендельсона звучит сегодня для 120 пар. Многовато. И для четверга, и для февраля. Дело в цифрах. Сегодня, 20 февраля 2020 года, вступают в брак и соединяют свои судьбы и сердца граждане России. Разиранил Владислав и Рогова Мария. Красивую дату выбрала невеста. Двойка – ее счастливое число. Мне нравятся двойки, цифра 2. Она счастливая цифра, да? Она дает много энергии. Я хочу, чтобы в нашей семье было много энергии. Влад, скажите, вы тоже так считаете или просто поддерживаете будущую супругу? Я думала, что я просто поддерживаю будущую супругу. То есть вы не настолько суеверны, да, к числам? Магия чисел уже сработала, замечает мама невесты. Молодоженов расписывают в новом ЗАГСе. Хотя, когда Влад и Маша подавали заявление, они понятия не имели, что Кировский отдел переедет. Так уютно, по-новому. Нам так приятно, что нам такая честь досталась быть в этом зале в первый раз. Самый. Очень счастливы. А как счастливы сотрудницы ЗАГСа. Они давно мечтали о переезде. Прежнее место работы было, мягко сказать, не торжественным. Калаш из фотографий они оставили на память. На прежнем месте у нас было 4 рабочих кабинета, отсутствовало архивное помещение, не было зала для торжественной регистрации браков, отсутствовала комната жениха и невеста. 52 года Кировский ЗАГС располагался в здании окружной администрации. А вообще этому отделу 100 лет. Кировский отдел образовался 1 января 1920 года и занимал всего одну комнатку. Работал один сотрудник, который был же и стопняком, и делопроизводителем, и заведующим. Постепенно время шло, все менялось, и мы от рукописных записей постепенно перешли к записям, которые составляются в электронном виде, в едином государственном реестре записи актов гражданского состояния. Сейчас в штате 9 человек. Регистрируют рождение и смерть, нарекают младенцев. И, конечно, расписывают влюбленных. Не только по красивым датам. По опыту, вот если жениться в красивую дату, счастье будет? Счастье будет всегда. Главное, чтобы это сопровождалось любовью и действительно пониманием друг друга, хорошими взаимоотношениями. И мы всегда очень рады, когда спустя год, пять, десять, двадцать, пятьдесят лет и так далее, даже семьдесят пять мы отмечали уже, когда приходят молодые люди, когда-то молодые люди, теперь это уже люди постарше, почтенного возраста, с желанием, чтобы им провели юбилейную свадьбу. И неважно, какая это была дата. Наплыв брачующихся в ЗАГСах теперь ждут 22 февраля и, как ни странно, 29-го. 54 пары планируют отмечать годовщину раз в четыре года. Оригинально и экономно. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Анна Рыбина, Юлия Дорошенко, Антона Синь.